Уже второй год – это одна из крупнейших площадок для дискуссии и обмена опытом между представителями органов власти и ведущими российскими учёными по вопросам охраны природы. В частности, на конференции обсуждали, как не допустить исчезновения редких видов растений и животных. Есть виды редкие, уязвимые, которые встречаются отдельными парами. Например, сокол Сапсан встречается у нас. Этот вид, правда, начал немножко возрождать свою численность. Тем не менее, он не так и многочисленный. Это вид Красной книги, которая, кстати, встречается на многих ОПТ. Сегодня как раз будет доклад об этом. И многие другие, которые, в общем-то, сохраняются за счёт того, что существует ОПТ, существует надёжная их охрана. В этом году для участия в конференции в Сочи прибыло 80 учёных из 18 регионов страны. Особенно важно обмен мнениями происходит между представителями соседних регионов. Ведь, например, путь перелётных птиц с севера на юг и обратно лежит не только через Сочи. Здесь, в принципе, маленькая эта территория, но тем не менее, очень большое значение имеет изучение и организм пролёта, и зимовок различных птиц. И вот на этой территории, как привлечь птиц, как их охранить, очевидно, и будем мы изучать. Решают на конференции и правовые вопросы, связанные с законодательной защитой особо охраняемых природных территорий. В прошлом году изменился закон об охране окружающей среды, и курорты перестали быть категорией особо охраняемых природных территорий. В связи с этим появилась угроза того, что некоторые местности, которые были курортами, могут быть заскроены. Поэтому оперативно нужно самые ценные участки превратить в другие обыки – в природные парки, в заказники, в памятники природы, ну и как далее. Итоги конференции подведут 4 декабря.